10 секунд Осталось 5 секунд Дополнительное время Дополнительное время Дополнительное время 30 героев Сейчас популярные В общем и пикаются Командами Вот плюс-минус Там 30-35 광 Остальные практически Никак не участвуют в процессе драфта И мы их на картах не видим Что очень печально, к слову Бестмастер, Люкан и Эмбер Спирит у нас в банах. Абсолютно не хочет команда Сибирин Стайл, чтобы её пушили. Кстати, Дарк Сиро Шедо Шаманка для этого уже неплохо подходит. Именно поэтому, как мне кажется, банят таких персонажей, как Люкан и Бестмастер, которые на сплитпуше могут просто выигрывать игры. И, собственно, поэтому не хотят видеть их в команде противника никогда. Ну и что касается команды Колозем Клаб. Вылетели они из сетки венеров, насколько я помню, в 1-4 финала. Можем сейчас быстренько эту информацию ему посмотреть и подтвердить. Посмотрим, посмотрим. Нет, от Продота они отлетели во втором раунде непосредственно. И дальше уже через лозеров продвигались. Ну и мы видим забаненного Свена, пикнутого Джиггернаута. Вообще не заморачиваются с тем, чтобы оставлять крирующего персонажа на последние пики ребята из Колозем Клаб. В принципе, говорят, вот Джиггернаут, делайте с ним что хотите. Хотите пушьте, хотите нет. В общем, нужно им еще забрать для себя мидера и еще одного саппорта. Ну а для Сиберин ставил, собственно, время третьего пика. Тратить они будут, видимо, дополнительное время на это самое дело. Будут ли они забирать сейчас саппорта или хардлейнера? Вряд ли, как мне кажется, будут они сейчас прям третьим пиком забирать себе тоже крирующего персонажа. Хотя, по большому счету, никто им не мешает. И почему бы этим не заняться, непонятно. Ну и вот эти команды уже заработали для себя какое-то определенное количество денег. Напоминаю, что, по-моему, восемь команд у нас в призах. Это значит, что команды, которые здесь у нас, они занимают уже четвертое, пятое, шестое. Ну какие-то вот такие места, то есть они уже в призах, и Сиберин ставил, забираю для себя Андаинга. Нечастый гость, хоть один из тех, наверное, тридцати пяти героев, о которых я упоминал, но все же вот очень нечасто мы все равно его видим, и приятно увидеть новые лица, пусть и мертвые, на нашей карте. По большому счету, я бы посмотрел на какого-нибудь пуджабы хардлейнового. Я бы посмотрел на курирующую фантомку, много, ну, всякие такие вот, может быть, необычные пики какие-то. Вот мы видели вивера в харде от Продоты в прошлой карте. Неплохо зашел, почему бы и нет. Хотя бомжевал, конечно, очень сильно на первых стадиях игры, но за счет того, что не выбирал, за счет того, что смог себе вывести медасик, потом достаточно шустренько себе оформил дезолятор и был полезным. Собственно, Продота там выиграла также эту карту без каких-либо серьезных проблем. Ну и на нашей карте пока длится четвертый пик для команды Colossum Club. Кого они для себя сейчас захотят выбрать, посмотрим, будет ли это очередной кор. Пока у них пик достаточно неплохой, то есть Чедо Шаманш Гернал достаточно сильная дабла, если это будет именно дабла. Собственно, много урона они вносят с прокаста уже на, там, втором-третьем уровне. Кроме того, пак у нас заходит в мид, а это значит, что будет достаточно мобильный мидер, как мне... ну, пак должен быть, как мне кажется, достаточно мобильным мидером, потому что, собственно, ему надо реализовывать свои вот эти вот скиллы. Стоя на миде, он, конечно, может подфармить, там, еще что-то сделать, но, по большому счету, спушить он вышку хорошо не может. Напрягать вражеского мидера может, да, но мидер вражеский может пойти гангать, он тут же инвокер пойдет, там, то закинет, то закинет, ну, и почему бы и нет. Сибирин Стайл, забираю для себя Энчантрас, в принципе, выбор неплохой, но количество магического урона у команды противника достаточно большое, и поэтому не совсем я понимаю выбор этого персонажа. Ну, практически в Соленову пак ее может разнести здесь, либо какой-нибудь Шедо Шамон, ну, либо Джигернаут с ультимейта и раскрутки. Если это будет Хардлэйн Инча, будет ее забрать достаточно тяжело. Ой, простите, будет ее забрать достаточно легко. Что-то я совсем заговорился, надо, надо чаще отдыхать. Соответственно, будет ли еще один саппорт сейчас для колозем клаба, или возьмут какого-то неожиданного, не знаю, чьена, себе, ребята, посмотрим. Пока же гирокоптеры они решают забанить, чтобы не мешал он им. Ну, и пятый пик от команды Сибирин Стайл нас сейчас ждет. Пятый бан, затем пятый пик. Ну, и будем мы, будем мы надеяться на то, что команда покажет нам интересную доту, что будем мы наслаждаться их игрой, какими-то стремительными замесами, отличными камбэками и, самое главное, интересной и красивой дотой. Аппараты решили они для себя заманить. Возможно, хотят забрать какого-то еще хилища, все. Хилища у вас и персонажа, пока два таких имеется, это Undying и Enchenders. Хотя, черт его знает, по большому счету... Да, кстати, Чен. Вот Чен. После бана аппарата это может быть реально Чен лесной. Это будет тогда фармящая Инча, Hardlane Undying с Дизраптором. Инча там будет где-то фармить. Но Инча, на самом деле, ненадежная. Фармила, как мне кажется. Она вносит невероятное количество дамага, но такая она какая-то вот... Вот на кэрри роли не очень. Но Чен мог зайти здесь. Как бы крипы Инчи, крипы Чена, какие-нибудь быстрые некрономиконы и погнали. Отпушивать, конечно, есть чем, есть и то, и сё. Но пока Колозим Клаб забирают для себя Вич Доктора, а Сибирин Стэн Морфинга в Изилинию себе. Ну и Морфинг, кстати, вот тоже почему-то вдруг в последнее время становится всё более и более популярным. Мне надо, на самом деле... Так вот, сходу непонятно, почему вдруг стал таким... Пикабельным, вроде бы, ничего ему не изменяли. Вроде бы... Давно он... Нормально себя чувствует. Ничего особенного не... Меняется. Так, ну и начинается непосредственно сама карта. Итак. Клазим Клаб. Играют за Силу Света. Ноддых будет играть на Паке. Госпожа Удача на Вич Докторе. Чаппи на Шедоушамане. Фринч на Джиггернауте. И... Децл будет играть на Дарк... Сири. Ну и... Команда Сайбериан... Стайл. Тизерикс на Дизрапторе. Сега на Инвокере. ТТР на Морфинге. Альты на Энчантрас. И Аммия Балити на Андаинге. Ну что ж. Смотрим. Смотрим, как будет развиваться событие на стадии... Вот долейнинговой стадии в борьбе за руны. Видим, что все как спокойненько у нас происходит. Верхнюю руну будет забирать Тим Дайер. Нижнюю руну Радианты для себя оформят. Ну и... Ну и в Харде у нас будет стоять Инча. Здесь будет в Миде Инвокер. Ну и Трипла, Морфинг, Дизраптор и Андаинг. Будут стоять они здесь против соло Дарксира. Не совсем понимаю я зачем против Дарксира ставить Андаинга. В принципе ничего. По большому счету он там интересного-то и не сделает, как мне кажется. Для Радиентов. Трипла, Джиггернаут, Шедо Шаман и Вич Доктор. В принципе нормально. Вич Доктор через Маледикт может наносить достаточно большое количество урона по Энчантрас. И... Сандаинг, кстати, она здесь будет стоять. Такая необычная получается Дабла. Ну и здесь Дабла получается Морфинг и Дизраптор. Собственно Дизраптор уже с Индерстрайком начинает тут Дарксиру несколько объяснять, что на линии ему стоять здесь абсолютно не нужно. Но тот успел накинуть на крипочков два щита, пропушил линию, зафармил одного крипа и в принципе чувствует себя здесь приятно. На точке лу его также будет сейчас фармить без каких бы то ни было проблем. Сделает, я думаю, отводик. Получает, конечно, достаточно много тут этих самых крипов. Ондайнг умирает. Ондайнг просто пошел и умер. Но Ондайнг не Энчандрас, как бы ему... Нет у него такого подхила, как ему бы хотелось. У него есть на первом левеле Дикей, да, он там Дикейм по одному-двум человекам попадает, но это не то, чего бы хотелось вообще, по большому счету. Этому пацану. Ну и Дизраптор тут заходит, он начинает пытаться отнимать фарм у... Приятно, крипочки стоят и стоят все спокойно. У Дарксира, который просто пошел на точку спавна крипочков, здесь он сделал дабл стак. Дальше он чуть позже этот дабл стак зафармит. В миде тем временем достаточно серьезно приседает инвокер. Если бы сейчас был очень наглым, пак мог бы прыгнуть на арбу и попробовать инвокер разобрать. Но скорее всего бы сам откатился, потому что там был бы какой-нибудь телепорт, еще какая-нибудь гадость. Ну и пак пока достаточно неплохо себя здесь ощущает. Да, у него арба, вводит его шифт. На изилайне здесь нича пришла с крипочками. Задувает откуда-то, непонятно откуда. Дикокрыл-потрошитель. Собственно, скоро он закончит свое вот это гадостное действие. Ну и здесь нужно быть аккуратным. Опять же, вот сейчас вот попадет просто под раздачу вместе с сатиром какой-нибудь андайинг. И его там загнобят. Тут же Гернауту, правда, нет маны, поэтому бояться по большому счету особо нечего. Но здесь Дарксир продолжает получать опыт с крипочков. А забайте, ну, как бы, вот все это дело заблокировать нечем. Все это заблокировать нечем. И тут, кстати, курьер должен быть аккуратен для того, чтобы его не накрыли совершенно случайно. Хотя тут из рапторта курьерчика ждет. Но все не так просто. Курьер бежит в лесах. И бутылку никому не хочет отдавать. Ну и, кроме того, курьер уже апнутый. Так что достать его будет здесь достаточно сложно. Да, время только потратил здесь дизраптор. Курьер он не увидит. В это время морфинг подфармливает, подфармливает, еще раз подфармливает. К слову, пак в миде очень хорошо стоит сейчас против инвокера. Инвокер здесь дико, получается, расхорошен. И, кстати, инвокер-то, походу, будет класс вексовый. В два у него есть класс. Ну, как же ему больно. Как же ему просто больно с этих тычек. 73... 72, простите, урона сейчас у пака. И он просто эти 72 урона периодически засовывает в лицо инвокеру. И не самое приятное это ощущение для него. Кроме того, не всегда получается и выйдет. Тычки, так, касочки, полетели. Хорошо. А дальше? А что дальше? Тычечку раз, тычечку два. Ну, 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 нету здесь джиггернаута маны. Нужно бежать. Пытаются забрать инчу. Здесь стоит тамба. Тамбу тут же разбили. Инча, еще тычечка. Под хил включается. Инча в итоге выживает. Еле-еле захиливает еще андаинг. Андаинга здесь в итоге пытаются сейчас забрать. У андаинга есть еще манная дикей. У него и так тысяча хп сейчас. И нужно... Да, вот нужно было притащить себе эта манга раньше. Тогда бы инчи сейчас не было на карте. В итоге пак тоже не успевает. Он сейчас забирает у него еще и руну. И кушают здесь шедо-шаманом вард. Шедо-шаман может кого-нибудь цепануть. Есть у него в два взятые шаклы. Нужно быть очень аккуратным. Также маны есть у Вичдоктора на каске. Ну и маны есть теперь вместе с мангой у Джиггернаута. Нашли инчу. Винча не должна уходить. Да, есть под хил андаинга. Нет, под хил андаинга нет. И просто забирают инчу за вторые шаклы и за вторую раскрутку. В это время в миде 25 на 10 идет пак. В то время как инвокер идет 11 на 5. Очень все плохо у инвокера здесь. И нужно цеплять дизраптор. Хорошо. Дизраптор первый левел. Дизраптор бесполезный пока что. У него первый левел. Что он может здесь сделать? Где ему набрать уровень? Ему нужно делать отводы. Ему нужно делать стаки. Ему нужно делать хоть что-то полезное сейчас для команды своей. Потому что когда ты на 6 минуте первый левел, а дарксир уже третий, то это печально. Вот этого крипа сейчас будет очень долго забирать дарксир в миде. Тем временем атака на пака. Пак шифтом взбивает себе фокус. На развороте инвокер прыгает дальше. Сало отдает. Очень много урона получает здесь инвокер. А есть еще и дримхойл. Но инвокер перекастует в случае чего себе какую-нибудь гадость снизу. Нет, снизу все хорошо. И ставится пауза. Шедуша мадом какие-то проблемы, видимо. Ну и пак идет по крипстату даже лучше, чем джиггернаут. В принципе, это вполне объяснимо. Потому что здесь все-таки стояла дабла. Это помешало фармить своим совухам энчантрос. У которой у самой 17 крипов с учетом лесных. Ну и пока лучше всех на карте себя чувствует... Чувствует себя морфинг. Который оставил часть свою где-то далеко. Ну и есть у него уже 42 крипа. 32 динай у морфинга. Он просто динает почти все. Почти все динает этот пацан. Не давая никакого фарма по большому счету. Дарксира. Но при этом у Дарксира все равно левел 4 есть. Потому что добавлена вот эта точка. И здесь могут быть проблемы сейчас у энчи. Несмотря на то, что он на хосте, могут быть проблемы у энчи. Энчу можно цеплять. Энчу можно прямо сейчас цеплять. Почему это не хотят делать, я не понимаю. Каски. Энчу. Зацепили. Шаклы. Хорошо. А дальше? А что дальше? Касок-то больше нету. Энча. Закончилась хоста. Пытаются ее убить. Но не хватает просто скорости передвижения. И Энча, скорее всего, здесь выживет. Касочка только сейчас. Зачем же ты касочку на крипов потратил? Госпожа, ты удача. Убили бы спокойно энчантерс. Без каких бы хоть ни было проблем. А так пришлось всю ману тратить шейду шаману. Ему сейчас надо будет идти на базу. В миде тем временем пак тут немножко проседает. Есть перекастованный лакрит. Больно. Ну, здесь еще раз зашифтится и уйдет спокойно. Минвокер, конечно, в соло здесь пака зацепить не может. Очень, ну, слишком часто откатывается шифт. Тут буквально 6 секунд просто он откатывается. А если он еще прокачает, то он будет вне шифта находиться совсем-совсем немного. Ну и что делать такому инвокеру? Пытаться выформить себе мидас знаючима. Ну и пак тем временем... Да, вообще посмотрим мы, во-первых, по графикам, что происходит у нас. Увидим там тысячу голды преимущества команды Сибири Стайл. Собственно, тысяча голды это, по большому счету, снизу. Там очень много урона по Вич Доктору. Зацепили здесь энчантерс. Дрим Койл. Андаинг. Очень много урона получает. Минус андаинг. Минус нича. Отличное перемещение от пака. И здесь забрали еще псевдо-зоопарк. Энчантерс. Фринч 5,5 левел имеет. Кучу голдыл сейчас получил с этого замеса. 2,02 он идет. И чувствует себя превосходно. Кроме того, бана тапки уже появляется у Шэда Ушабада. Ну и... Бана тапки не столь далеки у Вич Доктора уже. Ну а Пак забирает для себя руну невидимости. Попробует сейчас, возможно, в миде что-то сделать. Полминуты у него, правда, еще кулдаун на ультимейт. Сверху, тем временем, линию подпушивают очень сильно. Морфинг и Дизраптор, который тут с вышкой воюет. Дизраптор, кстати, с вардом. Этот вард ему надо где-нибудь поставить. И стоит пока хороший вижен на хардлейнера. Хороший вижен на мид. Ну и этого должно пока хватать, собственно, команде. Дайр для своих вообще игрищ. Ну а здесь в очередной раз сыпанули Инчу. Попытаются ее, наверное, подхилить. Да, подхиливают Инчу. В итоге Инчата выживает. И нужно ломать уже наоборот. У людей можно попробовать сломать. Вич Доктора, например. Тысячка залетает. Хорошо. Инчандра здесь может погибнуть. Но прилетает сюда Дизраптор. У Дизраптора есть Глимс. Хорошо. Касочки летят. Инчапа под касочек получает очень много. Глимс в итоге особо ничего не делает. И все выживают. В это время Дарксир убивает инвокера. Где умер инвокер? Здесь. Как Дарксир убил инвокера. Собственно, видимо, был щиток просто сейчас на паке. Не заметил я этого момента. Ну, а здесь забрали Андаинга. Выживают все остальные. Овер много хила. Здесь Джаггернаут с хилом. Здесь Вич Доктор с хилом. И реально много получается по хилу. С другой стороны, здесь, конечно, Андаинг и Инчантрос, которые тоже, нельзя сказать, что... Самые такие бедные на подхиливание друг друга. Ребята, но все же. Все же, как мы видим, сильнее получается. Триплак команды Клизиум Клаб. Извиняюсь. Так, ну и продолжаем мы следить за картой. Преимущество команды Клизиум Клаб на данную секунду составляет около 750 голды. Также по опыту где-то все ровненько. Ну и переключаться мы будем уже на общую ценность. Увидим там совершенно, ну, логично, первого места занимающего Морфинга, которому никто абсолютно не мешал. Огромное количество крипов у него 78 крипов имеется. Дальше идет Джаггернаут, отставая от Морфинга. Ну, Джаггернаут вместе с паком, который отстает от Морфинга, аж на полторы тысячи. Инвокер здесь бегает в Гост Вокерку. Пытаются сейчас забрать кого-то. Есть у Джаггернаута льда. Нужно эту ульту пытаться кастовать. Пытаются забрать пока Вич-доктора. На развороте можно касочки отдать. Ну, ты же просто умираешь. Отдай ты каски. Ты же все равно умрешь. Ну и в итоге перемещение сюда. Дарксира пока ничего не дает. Даже не хотят никого забирать. И чего? Почему? Я вот никогда не понимал. Почему? Ну, если ты все равно понимаешь, что ты умираешь, в тебя там залетает импетус, это видишь. Или просто у тебя мало хп, и ты, ну, не успеваешь отхилиться. Откинь каски напоследок. Или откинь любой стан, откинь любой скил. Это нанесет какой-то урон. Это, возможно, синицирует драку в это время в миде. Сауэнс по инвокеру. Ну, просветки нет у Пака. И, собственно, он отсюда. Даже пока не уходит. Продолжает агрессировать. Инвокер рядом. Дизраптор здесь же. Пак просто ушел на арбу. А маны-то у Пака нету. А тпхи-то у Пака нету. А что делать-то не ясно. Нужно быть очень аккуратным сейчас этому персонажу. Глимс. Можно заявить Глимс. Не получилось заявить Глимс. И Пак здесь будет умирать. Пак будет умирать. В шифте тоже не получилось у него пересидеть ничего. Шифт первого левела. Ну, а здесь тратится Змейки на то, чтобы забрать Т1 Тауэр. Забрали также здесь Инчу через Омнислэш Джиггернаут. И вообще не парить. Разменивают скиллы на настроение, скиллы на людей. И совершенно правильно делают. Клазим Клап. Они зарабатывают тем самым преимущество. Скиллы-то откатятся. А вот строение новое уже не построить. Башню сил Тьмы на нижней линии атакуют. Но Инвокер продолжает пытаться как-то догнать Пака. В принципе, за счет вот этого фрага, который сейчас совершили там на паке. Еще не так плохо у Инвокера. Проигрывает он буквально 400 голды. Какие же импетусы тут залетают. Боже мой. Как же больно. Джиггернаут в итоге просел почти на фулл столб и выхиливается с помощью Хилингварда. Благо Хилингвард хилит в процентах и вообще плевать Джиггердауту. На все, что там по нему пытаются влить. В это время Инвокер переместился на топ. Здесь есть пак и здесь есть Витч Доктор с Вардом. Есть ли просветка? Просветки нету. Поэтому Инвокер скорее всего уйдет просто отсюда, перекастовав себе в Гост Волк. Так. Прыгует. Тим Койл. Хорошо. Разорвали. Касочка. Ультимейт. И в итоге успевает. Потрачено два ультимейта. Можно попытаться на развороте кого-нибудь зацепить. Там нет, никого не будет цеплять. Но выжил просто здесь Инвокер. Немножечко не посчитали количество урона, которое успеют нанести. Либо немножко неправильную позицию занял Витч Доктор и не успел вовремя отдать Каску ультимейт. Ну, собственно, от этого и не получилось забрать Пака. Пака. Инвокер, конечно. Ну и 7-4 пока счет в пользу Калазиум Клаб. В это время Джаггернаут продолжает там фармить. Он встает по-прежнему. Он достаточно серьезно от морфинга. Где-то тысячу голды он проигрывает. В это время морфинг забирает там Джаггернаута. Пу, Джаггернаута. Витч Доктора. Ну и ничем тут ему не поможет Пак. У Пака на самом деле нужно где-то дофармить себе Даггерочек. Собственно, сейчас он хочет забрать руну на топе. Потом пойти пофармить мид. Нафармить себе Даггер. И чувствовать себя хорошо, кстати. Полезная очень руна для Пака. Может он с ней попробовать что-то интересное сделать. Теперь у него шифт 3 секунды. Ну, 4 секунды будет КД. Все остальные скиллы тоже будут достаточно быстро откатываться. Стоить мало маны. И может он попробовать кого-то там зацепить. Например, того же... Ну, он дайнга шанс у него есть зацепить. Потому что морфинг все-таки тоже достаточно мобильный. Плюс, насколько я помню, он Дримкоилд своей вейв-формой и выйдет. Ну и преимущество команды Каллзим Клаб уже, собственно, никакого. Они вот ту тысячу, которую у них было, проиграли. Потом полностью почти отыграли и вновь проиграли. Такие вот у нас качельки. Но это маленькие качельки. То есть буквально в двух тысячах всего преимущества туда-сюда. А все у нас колеблется. То есть, в общем и целом, игру можно назвать достаточно ровной. И более того, достаточно спокойной. Да, периодически делаются какие-то фраги. Там могут забрать какую-то инчу через прокаст, собственно, джигельного. Пытается это сделать, но инчу догнать нереально. Инча под фейзами бегает просто 455. А под фейзами джиггернаут бегает всего 434. То есть, все равно он даже с включенными фейзами не может догнать с включенными фейзами инчантерс. Так, ну и здесь смугганг в мид. Даггер есть у пака. Не видели этого еще. Заходят в спину. Тут же инвокера попытаются быстро забрать. Ультимейт под хил. Инвокер не успевает ничего перекастовать. Стенка. И тут же убивает двоих. Забирают еще и тамбу. Потратили стенку. Ну, стенка, как мне кажется, была несколько лишней. Там хватало урона и без этого. Минус 2 героя. И можно спокойно пробовать кликать тут. Видим, дизраптор. Ну и через змейки пойдут забивать Рошана. Поставится хилингвард через 10 секунд. И принч. Ну, тут у него есть свой движущийся хилингвард. А на Рошане-то можно попробовать подраться. Там есть ультимейт дизраптора. Нашли-то только Дарксира. Пока можно его как-то попробовать подсевить. Попытаются забрать очень быстро шеду шамана. Не получает это сделать. Морфинг получает много урона. Сайленс хорошо. Начинает пытаться здесь как-то отхилиться. Разрывается у него. И улетает. Просто улетает. Минчатрос на развороте. Будет что-то пытаться делать. Мана ни у кого нет. Мана ни у кого нет. Рошан там добирает змеек. И в итоге драка проиграна получается на Рошане. Ну, не то, что драка проиграна. Рошан-то не забрали. Так, дальше. Прокрасный Уокер полетел. Джиггернаут здесь и выедел. Но Джиггернауту больно. Джиггернауту нельзя здесь находиться. У него ультимейта нет. У него ничего нету. Ставится тамба на хайграунд. Драться там уже нельзя. И все отсюда просто убегают. А Рошана в итоге заберут. У нас Сибирин ставил. Или нет. Но Джиггернаут не может там драться. Ну, не может. Да, отдали Рошана сейчас. Не совсем подготовленным получился подход. Зацепили еще и Пака. Пака. Ну, нет. Пак отсюда уйдет. Проблема в том, что очень много потратили вот здесь, в замесе. Была потрачена Палкович Доктора. Был потрачен ультимейт Пака. И был потрачен ультимейт Дарксира. И в итоге не хватило... Ну, а персонажи команды Сибирин Стайл достаточно быстро воскресились. И не хватило просто скиллов для того, чтобы грамотно... Сделать хорошую драку на Рошане. Ну, или забрать его так, чтобы другие не позарились на него. Снизу, тем временем, Джиггернаут фармит уже на месте бывшей Т1 противника. На топе башенку тоже по чуть-чуть подгрызает Катапульта. Ну, и Джиггернаут, естественно, хочет выйти в Баттлфьюри. Есть у него для этого уже Персеверанс. Есть у него 1800 голды сверху. В миде, тем временем, драка. Очень много урона. Здесь глимсуют кого-то. Кого глимсанули? Где глимсанули? Вообще непонятно. А, глимсанули, видимо, Пака. Дальше что? Стяжка. Хорошо. Инчу. Сбирают очень быстро. Понимали, здесь Джиггернаут. Но такое себе. Джиггернаут все равно без ультимейта еще пока. Расломают здесь также Тамбу. Тамбайта достаточно много денег. Кроме того, Савуха достается Шедо Шаману. Восьмой левел у Шедо Шамана есть, кстати. Неплохой уровень у пацана. Ну и Пак пока только с Деггерочком. Ничего нового он себе не прикупил. Имеет третье место по надворцу. Первое место за морфингом. У которого есть Линка. У которого есть Аегис. Которого убить просто нереально. Ну и Джиггернауту даже пытаться его убивать не стоит. Потому что просто у него не получится. Есть единственный шанс попробовать заденайть вышку. Эть, не получилось. Как же он получал-то от этого морфинга. Жалко, что промахивает своей формой. Возможно получилось бы его все-таки забрать. Ну и продолжает отрываться по фарму здесь морфинг. Уже 2500 преимущества практически. Ну 2400, где-то 2350. Так вот имеет он относительно своего оппонента по фарму. Ну и в графиках это выражается следующим образом. Ни в как... Никаким образом это не выражается. Собственно... Ну, все ровненько. Все ровненько. Здесь. Инвокер. Прокаст. Хорошо. По двоим. Ничего не успевает сделать. Шито Шаман разваливается. Глейм сует сюда также. Дарксир. Ставится в арт. Ну и стенка, стяжка хорошая. Инвокер здесь очень много урона получает. Но в итоге все-таки выхиливается. На развороте. Андайинг. Если чем сбить ТП Вич Доктора, нечем. И Дарксир бежать. Бежать. Дарксир бежит. Ну и все. Все бегут. Все убежали. Ну собственно и все пока. Вот так вот размен какими-то саппортами происходит. Там тут пушатся вышки по чуть-чуть. Но в целом игра такая достаточно пассивная от обеих команд. Ну да. Вот тут ровненько все. Да. Есть преимущество небольшое у морфинга. Ну может быть относительно джиггернаута достаточно большое. Но все равно. В целом нет никакого пока такого преимущества, чтобы можно было сказать. Вот эта команда прям выигрывает. Да, Сибирин Стайл пушат. Да, у них в тысячу есть преимущество. Да, у них там по опыту тоже две тысячи есть. Сейчас они еще одну вышку заберут. Станет еще по... Проще им. Но здесь попытаются забрать. Нет. Не зацепит морфинга. Дарксир бежит. Подавьте в страйк на развороте. Прокаст инвокера. Очень много урона. Цепанули инвокер. Инвокер минус. Очень быстро. Дальше заберут тамбу. Да, Зигиринал, по-моему, тоже ее для себя забирает. Ну и можно в ответочку. В ответочку спушить вышку. Но здесь-то упало две. Здесь-то упала раз вышка. И упало два вышка. А здесь будет только Т1 падать. И в миде могут засплитить. В миде могут совершенно спокойно эту вышку разменять на другую. И без каких бы то ни было проблем. Я думаю, что это сделают. Ондайнг вместе. Ну, хотя Ондайнг вместе с Дезраптором не самые крутые пушители вышек. Ну, а то здесь есть катафалка, которая пока стоит и что-то делает. В итоге вышку задефит. Задефит здесь успеют. Цепанули. Ондайнга с Дезраптором. Очень много урона. Дезраптор ничего не успевает сделать. Ондайнг. Касочка полетела по нему. Ну и Ондайнга здесь тоже затыкали. Два врага получает пак. Очень вовремя перетяжка. Загуляли здесь немножко Дезраптор и Ондайнг. Должны были они отсюда либо отходить, либо тпшиться сразу, как только упала вышка на топе. Ну, а желательно еще несколько заранее. Потому что в итоге они вышку не добили. Задинаить тоже ее нельзя. Это, наверное, даже к лучшему. Инвокер в итоге отдает прокат. Попадает только по Вичдоктору. И вышку здесь Ушца Егис уже закончился. Здесь Анвокера. Могут запануть. Сало. Хорошо. Дезраптор. Адаптив страйк начинает настреливать. Здесь Морфинг прыгает и убивает дезраптора Джаггернаут через ультимейт. Стежка, стянка. Отлично. И очень много урона. Есть ли в арту? Есть в арту. Адаптив страйк тут же сбивает этот в арт. Морфинга пытается забрать. Ну как же он выхиливается? Тут его еще подхиливают. Тысячечки начинают залетать. И на чаттерос очень болезненные. Убивает она уже двоих. Как же больно. Как же много урона. Боже мой. Еще один адаптив страйк. Просто на четверть хп. Ну и забирают здесь также Дарк Сира. Еще одна тысячечка. И убегает только Шэдоу Шаман. Ну и Пак. Потому что он бесконечно мобильный. В миде в итоге вышку забрали. По итогам боя потеряли 2,5... Ну 2,300 где-то денег. С учетом вышки почти 3,300. И видим, что вот опять вот эти вот туда-сюда. Туда-сюда. Пока все еще очень маленькие эти отставания. То есть мы видим тут тысяча. Здесь ну может быть до двух тысяч там опустится как-то. Но все это по мелочи. Действительно несмотря на счет 16,9 игра получается очень-очень ровной. Собственно вот это отставание в там 3... Ну и чуть больше там получается. 3,500 где-то тысячи. От Морфинга оно несколько демпируется что-ли... В количеством фрагов, которые есть у команды Radiant. Ну и нужно дальше что-то пытаться дофармливать. У Дарксира скоро будет Гвардин Грифсы. Для того, чтобы всякие возможные Сайленсы себя снимать. Еще какие-то гадости. Ну а у Морфинга уже появляется Зерил Блейд. И сможет он теперь пытаться щелкать саппортов. Посмотрим получится ли у него это. Пак пока хорошо. Раздамажил, убежал. Ну это стандартная запака собственно действия. Так, а Дарксира, Мекка есть. Хоть как-то он может попробовать себя выхилить. Так, Морфинга могут найти. Морфинг, Морфинг, Вейформа. А дальше что? А дальше его не будут цеплять, потому что далеко. Дезераптор хочет тем временем себе линзу сварить. Судя по Ring of Hells, который имеется у него в закупе. Ну и Джиггернаут здесь могут спануть. Хорошо. Но Гримс, он и выйдет раскрутки. Здесь Инвокер. Инвокер в Гост Воке. Инвокера есть Оркит. Можно попробовать зацепить Пака. Пак, правда, Оркит этот себя собьет Юлом. Так. Можно поднять Юл себя. Хорошо. Поднял Юл. Переживает большинство. Здесь прыгает Джиггернаут. Допрыгался Джиггернаут. Улетает отсюда Морфинг. Морфинга нужно цеплять. Не успевает. Вот только сейчас он включает перекачку. Очень много урона. Начинает перекачиваться. Урон от Грим Койлайн проходит куда-то очень далеко. В итоге, как же много здесь драки. И никто не умирает. Только сейчас умер Вич Доктор. Также пытаются здесь забрать Морфинга. Какой он жирный, этот Морфинг. Нет, у него прокаст. Опять Сау на него кидает. Здесь ставятся змейки. Змейками пытаются сбить Инчу. Инче очень много урона. Выхиливается. По-прежнему живет. Только сейчас умирает. Стяжка. Попытаются забрать также Дизраптора. Ну, Дизраптора дотыкайте кто-нибудь. Так. Дотыкали Дизраптора. Растепашивается отсюда. Андайн. Пытаются догнать Инвокера. Отличный прокаст. Есть ли просветка? Просветки нет. Инвокер уходит. Ну, и в итоге Дракута выиграли Колозиум. Они, конечно, потеряли здесь Витч Доктора. Но это не очень много. С другой стороны, Инчантерс потеряли. Ну, вот такие вот. Даже... Тут не только сама игра затяжная. Тут даже файты затяжные. И при этом умирает очень мало народу. Казалось бы, отдали то. Отдали все. И в это время просто Морфинг на всю ману пошел. И закидал себе кучу-кучу силы. И, собственно, не умер. Ушел там. Ушел здесь. Тут побили. Все равно не получилось. Ну, и тяжко. Тяжко такого пацана убивать. Если у тебя нет какой-нибудь, я не знаю, Лины, которая в секунду бы его щелкала. Как самый... Как, собственно, сам Морфинг делает это своим прокастом вместе с Эзерил Блейдом. Ну, и Джиггернаут. Хочет себе либо Сашу Яшу, либо Монто Стайл. Наверное, Нево вместе. Это я бы Тайл Монто Стайл, потому что есть Оркит уже у Инвокера. Ну, и Энчантрас. Энчантрас может теперь лупить просто с бесконечно огромного расстояния. Есть у нее Драгон Лэнс, есть у нее Аганим. И если залетит какой-нибудь... Если залетит какой-нибудь шальной импетус в Дарксира, который на Сюрже будет убегать, просто Дарксир там схлопнется и очень много урона... Ну, как, просто пол-ХП он может получить с этого прокаста. В один скилл. Морфинг. Дальше себе Тайл Блейд в Алакрите. Что он из этого может сделать, давайте посмотрим. Собственно, Яшу 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 Яшу. Я думаю, что будет на нем. Здесь. Попытаются что-то сделать. Джиггернаут в Глиммере. Есть у него ультимейт. Будут ли как-то драться? Нет, драться не хотят. Глимсуют. Дарксира. Пытаются зацепить. Минус Дарксир. Очень быстро. Каски летают. Неплохо. Адаптив страйк через 5 секунд. Пытаются зацепить морфинга. Сайланс. Хорошо. Морфинг пока даже не перекачивается. Здесь еще раз подцепили. Еще одного саппорта. Как же он этих саппортов шлепает? Пак. Импетус раз. И выйдет второй импетус. Дальше пытается улететь на арбе. Улетает на арбе. Хорошо. Тут же... Ну, Пак умирает в итоге. Не улетел. Минус 3. 2,5 тысячи голды. Т2-вышка. К вашим услугам. Намекаю я тут, что с ней произойдет в скором времени. Дефить ее ничем. Убежал отсюда, только что душа манзмейка у него нет. То Джиггернаут пока не боец. Джиггернаута просто... Да, у него, ну, так бы, 200 урона. Он классненький и все дела. Но, по большому счету, он не боец. Против морфинга особенно. И если ему накинут какой-нибудь сайленс, то... Морфинг просто разорвет его так же, как и саппорта. Ну и нужно быть очень аккуратным. Сейчас, шейдл-шаман. Если он подставится под прокаст морфинга, то на этом все закончится. Собственно, он подставляется под прокаст морфинга. На этом все заканчивается. Морфинг уходит на... Свой репликейт. Да, печально все сейчас для команды Колозем Клаб. Теряют они первую сторону на 29-й минуте. Преимущество команды Сибирин Стайл уже около 10 тысяч. Без каких бы то ни было проблем пытаются зайти на вторую сторону. Ну, Крепочков тут главное не потерять, потому что Крепочки наши все. Ну и... Т3 строение. Забрали. Крепочки в миде у нас стоят. Поэтому забирают спокойно Т2. Прыграет Пак. Хорошо. По троим. Стежка. Стежка. Очень много урона. Дримкоил. Ставится Дезвард. Тут же не могут его пока сбить. Сбили только сейчас. Никого не убивает. Вся эта комбинация не хватает урона. И на развороте минус Дарксир. Здесь инвокера. Забили. Хорошо. Егги сняли с морфинга. Тут же пытаются он что-то сделать. Морфинг убегает отсюда. Минус Чапи. Крутится здесь Джиггернаут. Ну и Джиггернаут расстреливает очень много урона. Очень больно. Очень неприятно. На Пака вообще просто внимания не обращают. Просто не обращают внимания на этого персонажа. Жесть. Собственно забили даже. Но второй барак просто отходит, потеряв одного инвокера. Морфинга... Что-то прилетит ему сейчас. Что-то ему сейчас прилетит. Манта стайл готовая. 1800 голды сверху. 19 тысяч нетворс. У этого парня имеется. Вот этого водяного духа. Он опережает своего оппонента на 7 тысяч. Это очень много. 7 тысяч на 30 минуте. И не просто преимущество. Это преимущество исключительно одного кэри над другим кэри. А так-то преимущество 12 тысяч. Сейчас команда Сибирин стайл. И по большому счету... Морфинг. Просто... Он просто его не ощущает. Он просто его не ощущает. Здесь попытаются забрать. Он просто 2 их забирает в Селенова. Дальше его возможно заберут. Возможно... Да, забрали здесь морфинга. Хорошо. Но сколько же на него потратили? На него потратили 2 ультимейта и 2 персонажей, которые умерли помимо этих 2 ультимейтов. То есть это очень много. Да, там, конечно, сняли с морфинга тоже прилично. Полторы тысячи, собственно. Тысячу 300 получил товарищ Шидошаман. И там оставшиеся деньги отпали в лапы Вичдоктору. Который Аганим себе приобретает. С Аганимом шансы какие-то есть. Но как так встать, чтобы тебя не зацепил морфинг? Вот в чем проблема сейчас Вичдоктора. Потому что и морфинг может цепануть очень далеко. И инвокер может цепануть своим торнадо очень далеко. Но инвокер тоже сейчас будет Аганим. И он будет кастовать достаточно большое количество скиллов в драке. Ну и Шидошаман. Будет у него Глиммер Кейп. Который он будет кидать пытаться на Вичдоктора. Чтобы тот как-то раскастовывал свой ультимейт. Потому что Вичдоктор сейчас, пожалуй, главная дамажащая сила команды Колозем Клаб. Ну и со стороны противника. Здесь есть Дизраптор, который не умрет от Варда. Потому что есть у него Гост Септор. Кстати, Пейчантес, насколько я помню, Вард не... Ну не то, что не мажет, а... Ну не замедляет свои атаки. Такое вот имбалансное немножко дело. Ну и делает репликейт и морфинг. Отправляет его куда-нибудь немножечко подальше. Чтобы в случае чего успеть на него... На этот репликейт переместиться. Ну и вообще не ощущает он пока... Сопротивление, по большому счету, если мы посмотрим... 12-1-3. Первый раз умер морфинг за всю игру. Вот здесь вот его забрали. Где это был-то? Вот здесь он был забран, по-моему. Ну и заходят на хайграунд вновь. Вообще без проблем морфинг разбирается. Здесь стержкость, она переплохо. Урон поставлен рано. Рано поставлен Вард в итоге получился. Не дамажит он. Простоял весь Вард, никого не продамажил. Почему же так рано его поставили? В итоге три ультимейта, кого зимклаб потратили. Не забрали никого. Ни того, кого даже почти не надамажили. И отсюда уходит пак. Но... И дальше-то что? Сейчас пойдет новая пачка крипов. Здесь есть все абсолютно. Ну, не будем считать ультум морфинга, потому что она активна. Так. Ну вот и что. Прилетел пак. Получил на пол столба. Здесь. Захиксовали. Хорошо. А дальше? Дальше ничего. Стоит просто... Стоят серпентварды. Стоит стенка. И просто сейчас подождут, пока все закончится. И зайдут спокойно на хайграунд. Вообще без каких бы то ни было проблем. И здесь ничего не откатится. Здесь будет дримкойл. Здесь будет дримкойл, а мне слэш. И это не нанесет такое количество урона, как бы хотелось. В итоге стяжка. А дальше что? Дальше ничего. Убили. Хорошо одного. Прыгает дальше джиггернаут. Пытается убить еще тизерикса. Не получается. Сейчас он закончится крутиться. Его переедет просто морфинг. Собственно, что и получается? Даблкил. Цепанули здесь. Триплкил совершает на паке. Зарушает вышку. Разрушает лица. И разрушает надежду команды. Хотя сколько урона здесь вносит просто Вич Доктор. Как же больно. Он насилует всю команду противника. Но все же морфинг больше, чем Вич Доктор. Это гуд гейм. Первая карта у нас отходит к команде Сайберин Стайл. Ну, опять же, в начале все было очень-очень ровненько, достаточно долго. Ну, а потом взяли инициативу в свои руки ребята из СС и закончили эту карту с положительным для себя результатом. Мы же на совсем небольшую паузу уходим и вернемся на вторую карту этого БО-3 противостояния. Так что далеко не разбегайтесь, пожалуйста. И скоро мы будем. Возвращаемся мы на полуфинал Лузеров, финальной стадии турнира Genesis, где встречаются команды Колозиум Клаб и Сайберин Стайл. Первая карта оказалась за командой, которая сейчас играет за Силой Света. Собственно, за сибиряками. Ну и пик и драфт в целом прямо на ваших глазах. Лондруид и Аутворд Дюаувер. Команды Колозиум Клаб у нас убираются из пула команды противника. Инвокера не увидим мы, потому что заманили его Силой Света. Также Чена мы тоже не увидим. Ну и в этих реалиях злых, когда забанили и Чена, и Инвокера, Колозиум Клаб для себя первым пиком забирает Vengeful Spirit. Vengeful Spirit, которая будет ли у нас саппортом или будет ли у нас кэрирующим персонажем. На самом деле не такое большое количество героев у нас могут похвастаться тем, что они одновременно могут исполнять и четвертую или пятую роли, и там первую и вторую роли в команде. То есть буквально там по пальцам пересчитать. Какие-нибудь, возможно, Абаддоны, какие-нибудь Vengeful Spirit. Ну а у нас очень все жестенько. У нас появляется Нейчерс Профит для команды Колозиум Клаб. Как давно не видели мы этого героя. Наверное, со стадии четвертой. Сейчас включился, я уже немножко по нему. Ну и для Сибирин Стайла это Ancient Operation и Darkseer. В бане у нас Зевс и Ликон. Посмотрим у остальных героев, которые будут в бане. Это Баратрум. Ну, собственно, достаточно такой стандартный бан против Фуриона, потому что один из немногих героев, который контрит его чуть ли не напрямую. Просто очень-очень тяжело Фуриону передвигаться по карте. И найти его получается достаточно просто. Кроме того, видимость в спрутах. Опять же, которую не так многие герои могут дать за такую небольшую цену, как один скилл. Ну и, собственно, поэтому банится этот персонаж. Спектра также банится командой Сибирин Стайл. Понимают, что может быть какая-то гадостная стратегия через большое количество ультимейтов. Там вот любят очень иногда ультимейт Фуриона, Зевса. Туда же еще ультимейт Спектры, еще какой-нибудь, еще, еще, еще. И вот просто вроде как никого нигде нету, и бац, там минус саппорт. Или минус два саппорта. Дико неприятно, по большому счету. Ну, Зевса у нас, конечно, уже не будет. Спектры, собственно, тоже. Поэтому команда Колизем Клаб, я думаю, будет просто пушить. Просто идти и пушить своего противника. Судя по тому пику, который у них есть сейчас, это вполне возможно. Дальше заберут себе какого-нибудь, ну, не знаю, что у нас есть такое еще неплохо пушащее. Бистмастера заберут себе в Хардлейн. А, ну, в Харде уже, наверное, Фурион будет. Тогда Бистмастера можно взять в мид, попробовать. Ну, в общем, в любом случае, есть еще персонажи, которыми можно пойти своего оппонента засплитить. И загнобить на начальной стадии игры. Сибирин Стайл забирает себе Сенткинга. Сенткинг, это неплохо. Это интересно. Это нечасто встречающийся, опять же, нам персонаж. И очень приятно видеть новые лица. Пусть и не совсем такие симпатичные на наших картах. Клазин Клаб забирают для себя пака. Покажут они, как надо им играть на самом деле. В прошлой игре, напоминаю, пак был за нынешнюю команду Радиент. Ну, и отыграл он там очень-очень неплохо. Да. Либо я уже совсем тут поплавился с диким количеством матчей, которые просто вот один за одним, один за одним идут туда-сюда. Все приходится комментировать. Куча разных пиков, куча разных команд. И... И что-то я перепутал. Но, вроде бы, все правильно. Драгонайт, тем временем, за Сибирин Стайл. Гирокоптер за Колозин Клаб. Собственно, Драгонайт в мид пойдет. Ну, и... Гирокоптер пойдет фармить. Одного саппорта еще нужно добрать команде Клазин Клаб. Но пока стадия банов. Стадия, где еще двух героев может... Еще по одному герою может каждая команда убрать. У своего оппонента. И после чего начнем мы уже смотреть непосредственно за самой игрой. Да, Пак-то, по-моему, кстати, был наоборот. У Клазин Клаба в прошлой карте и проиграл он. Вот я так что-то припоминаю. Ну, на Лайне-то он был хорош. Напрягал, но Мокер очень сильно выигрывал Лайн. Или, опять же, меня просто плавит уже немножко от количества матчей за последние дни. Дизраптора забанили Сибирин Стайл. Джиггернауту мы не увидим, потому что убрали его из полу команды противника Клазин Клаб. Ну и без каких бы то ни было проблем Сибирин Стайл забирали для себя Сларка. И, в принципе, у них есть чем противостоять тому пушу, который будет частично предоставлен Клазин Клабами. Андаин Ганисе забирает на пятый пик. Ну, а мы будем смотреть непосредственно за развитием событий на самой карте. Буквально через несколько секунд, когда команды разберут себе персонажей и уже пойдут катать игру на карте Defense of the Ancients. Кстати, вот такое вот странное. Какими бы сейчас были бы пики, если бы игра происходила в первой доте? Вот что мне интересно на самом деле. Каких героев мы бы с вами увидели? Потому что уже очень сильно отличается вторая доте от первой и совсем другие там реалии. Хотя вот по-прежнему играют, по-прежнему периодически играют. Может быть не турниры, но вот так вот. Иногда тут что-то проблема какая-то с тем, чтобы забрать героев. Ну, команда Сибирин Стайл. Трех персонажей они пока себе не смогли вообще здесь взять. Ну и пока начнем тогда осуществлять рассказ о наших персонажах, которые есть и о игроках. С командой Колозем Клаб, которая играет за Оси Утьмы. Госпожа Удача будет играть на Вернфул Спирити, Детсел на Нечис Профити, Чаппи на Андаинге, Ноддах на Паке. Ну и пятый персонаж это Герокоптер, на нем будет играть Фриндж. Теперь команда Сибирин Стайл. Собственно, Альты будет играть у нас на Сент Кинге, Сега, Мега Драйв на Дрэгон Найте. ТТР будет играть на Сларке. Кто там у нас еще остается из персонажей Тизерикс. Это, насколько я помню, Саппорт. Какой там Саппорт второй был? А, аппарат Тизерикс скорее всего будет и Аммиа Балити будет играть на Дарксире. Вот, по-моему, такой пик. Да, все правильно. Здесь память мне не подводит, в отличие от того, в какой карте у нас был пак. Что за странность вообще? Бывает, вылетают из головы какие-то мелочи. И потом очень трудно их вспомнить. Ну и мы, собственно, вроде как все прогрузились и готовы к тому, чтобы смотреть карту. Вторую карту полуфинала лузеров заключительной стадии турнира Дженезис в борьбе за 110 тысяч общего призового фонда. Ну и одна из команд, я вижу, готова. Вторая команда будет готова совсем скоро, я надеюсь. Да, и мы начнем. Ну и Драгон Найт. Как он будет в миде себя чувствовать против пака? Будет ли это Сол Драгон Найт? Либо же на первых стадиях будет помогать ему аппарат? Забанят ли всякие вот эти вот паршивые споты для Дарксира, на которых он может выформить себя достаточно неплохо? Забанят ли споты вот здесь вот для Фуриона? Ну, для Фуриона вряд ли, потому что здесь прям вся команда вместе с пиньками уже идет. Ну, за исключением разве что самого Фуриона, который на топе там развлекается пока с деревьями. Как бы двусмысленно это не звучало. Драгон Найт будет забирать руну на топе, снизу будет забирать руну пак. Я думаю, завардит здесь сейчас спотик какой-нибудь. Нет, не хотят вардить ничего. Ничего не хотят вардить, никого тут нету и никого здесь не найдут. Они хотели прям кого-то забрать здесь? Они думали, что здесь кто-то есть, а они до сих пор просто не идут туда. Никого там нету, расслабьтесь. Никого нету. Никого. Можете идти спокойно на руну. Здесь все наверху. Все просто наверху. Рошана забирать могли бы, кстати, сами ребята из Калазиум Клаба. Урона, я думаю, бы им хватило. Можно было бы поставить какую-то томбочку, там еще что-то. Фуриончик энтов бы вызвал. Прокачать пассивку на Веншфул Спирите. Прокачать какой-нибудь Рокет Барыш на Герокоптере. И вполне бы забрали Рошана, как мне кажется. Ну, а здесь пока аппарат немножко проседает. От Нейчис Профита. Ну, и Фурион идет вместе с Андайингом. Люмит? Нет. Пока здесь стоит, к слову, в Харде Винга. Я думаю, что сейчас Фурион должен туда прийти, и Винга оттуда убежит. Пока она тут пытается каких-то криповочек все набирать. Но на самом деле нужно быть очень аккуратным. Сейчас прыгнет Сларк и зажжет ее просто щитком. Дарксира. Ну, и Лайнинги, которые у нас получаются в Харде. Аппарат и Сэнд Кинг. Очень больно может быть Андайингу. Накидывают по нему через Челлингтач. Прилетает сюда также Дарксир. Что за странная трепла? Всюду должны уходить, видимо, Сэнд Кинг и аппарат. Хотя я пока не понимаю, что здесь происходит вообще. Гирокоптер вместе с Андайингом. Да, аппарат уходит. Улетает отсюда также Сэнд Кинг. И получается Дабла, Фурион, Винга против Триплы, Сларк, аппарат и Сэнд Кинг. Так что ли? Криповочки здесь не все уводятся. Ну, всякое бывает. Иногда ошибки случаются у всех. В миде, тем временем, очень много урона получил здесь уже Дрэгон Найт. В принципе, плюшки-то прилетают от пака приличные. И у Дрэгон Найта отхила, по большому счету, серьезного больше нету. Нужно ему как-то ввести себе фласочку. А хочется ему бутылку, а не фласочку. У пака маны еще хватает на арбу. За верхней руной. За верхней руной пак пошел, понимает Дрэгон Найт, что ничего он там не сделает. И лучше подфармить здесь Крипочка другого. Тысячку, еще тысячку. И все, и бутылка есть. Хорошо. А пак получает четвертый левел. Может попробовать как-то цепануть. Но здесь агрессия, но сладко. Очень много урона получает также и Тизерикс. Могут его здесь попытаться забрать. Стан эвейдит очень хорошо. Стан Сэнд Кинг. Какая реакция. Ну и прилетел. Сейчас в миде тем временем Дрэгон Найта бутылка. Попроще ему будет против пака. Но тем не менее пак очень-очень больно его, конечно, харасит. Здесь дабл дэмэдж и... Ну, прям грусть, печаль, тоска, обида. Для Дрэгон Найта Крипа ему не подойти не может. Сейчас еще вот тысячечку, еще одну какую-нибудь получит. От пака мощь и печалька будет. Ну и большая концентрация персонажей снизу. Здесь Андайн будет выпуливать крипов сюда, чтобы немножко оттянуть линию. И в это время Сэнд Кинг стакает лес. Не та минута, друг. Альта, вторую карту ты уже не можешь стакнуть. 55-я секунда. 55-я, запомни. На самом деле вот в игре так вот знаешь тоже. О, 55-я секунда, что такое, почему ошибаются. А так в игре тоже по привычке идешь просто на 53-й, отводишь. А потом думаешь, твою мать, ну что, 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 что не так? Почему не получается? Потом вспоминаешь, что это реборн, что это 6-8-6, что все плохо. Ну и в принципе-то здесь Сларку в итоге получается не так приятно будет фармить. Если здесь будет такая дабла, то Сларка тут будут гонять. Если он к крипам подходить не будет, просто идет венга и... И чё? Ты сделаешь. Ничего ты не сделаешь. В миде тем временем Драгон Найт в 2 взял задовку, в 1 пассивку, в 1 стан. Неплохо. Разменялись. Дальше что? Ну пак здесь превосходит его более чем полностью на самом деле. 24 на 12 пак. 8 на 1 Драгон Найт. Это достаточно рискованное решение, как мы видим, ставить милишного персонажа против пака. Ну и пока вообще никак это дело не... ...отыгрывается. Так, руна регенерация. Ну и хотят ее отдать, видимо, Драгон Найт. У Драгон Найт она реально нужна. Венгу здесь могут попробовать как-нибудь зацепить. Собственно, забирает в итоге руну регена. А там пак, приедя на топ, через Дрим Койл забирает загулявшего Дарк Сира. Пока мы тут наблюдали за всей этой бакханалией. Ну а здесь нашли Андаинга, заберили Андаинга. Хорошо, что не крипам он отдался. Так, Санкинг нормально ушел. Ушел, подхилиться ему тут правда нечем. У Сларка нет подхила. О, Паришина всего одна тангетка. Ну вот этот фраг, который совершил пак на топе, дал немножко времени подфармить Джиггернау... Ой, Джиггернауто Драгон Найт. У Венга там убивает все-таки Санкинга. Подставлен, подставился, и не было у него еще Санситорма, чтобы все это сделать здесь грамотно, как было в прошлый раз. Задувку пак не и выйдет, получает все-таки урон. Ну и Драгон Найту, если сейчас замаксить дальше пассивку, то, в принципе, я думаю, он будет чувствовать себя на лайне чуть более приятно. Ну и можно попробовать... Нет, ну просто разменивать по паку с уроном. Ну и уйта, стан, хорошо. А дальше что? А дальше Сайленс. А шифт есть? А шифт есть. А шифт надо прямо сейчас юзать. Зашифтился, хорошо. Ушел на Армену. Да ладно, успел уйти. И все-таки догорает. Все-таки догорает. Драгон Найт-то могет. Собственно, на шестой левел он себе здесь дотерпел. Получил кучу опыта. Здесь какие-то проблемы у Санкинга. Очень много урона получает аппарат. Просто забирает его под Т2. Курьер. Здесь летает Курьер. За сейфте кто-нибудь Курьера. Да, Курьер живет. Ну и Сларк тоже живет. Хотя прилетел сюда Найт-чис-профит. Начинает настреливать. Минус Сларк. Сларк здесь не отпустят никуда. Да. Даблкил для Гирокоптера. Ну и... Санкингу здесь вообще больно печально. Убьет его сейчас пак. Ну атакует. Да. Понимает Санкинг, что никуда он отсюда не уйдет. И поэтому самоубийственно бьет пака. Чтоб тот... Проклиная умирает, в общем. В это время снизу забрали башню. В виде башню погрыз совсем чуть-чуть. Драгон Найт. Ну и Драгон Найт прилетели по Техе. По фарму он уже опережает, к слову, пака. По левелу, в принципе, тоже. Ну и... Если переключиться на Нетворсы... То увидим, как дела происходят на самом деле. Потому что пак хоть один раз и умирал, но все же два раза убил. Здесь Драгон Найт не умирал вообще. Кроме того, есть... Небольшой буст в том плане, что здесь нет уже вышки. Ну и повезло аппарату, что там появилась хаста. Иначе он там умер. Я думаю, что нет. Графики. Давайте глянем. Здесь Андайн приходит вместе с Вингой. Графики для Колизиум Клаба около 3000. По Галде около 1500 по XP. С танчиками тут раскидывается по Драгон Найт. Кстати, много урона получает Драгон Найт. Может здесь и умереть. Пытается что-то сделать, развороть. Очень много урона сам вносит. Будут ли кого-то убивать Винга, примерзло. Стан, хорошо. Пака пытаются забрать. Пак в итоге все-таки эвейдит последнюю тычку и выживает. Здесь Пак откидывает назад арбух. Прилетает сюда на 50 кп. Какой же он жесткий. Это нодах на даблкил. И можно вышку слушать. В это время пытается что-то выформить себе Амиабальти. Есть у него седьмой левел, есть у него соул ринг, есть у него 900 голды. Но все равно это по большому счету ничего такого хорошего для него нет. Нет, ну он много нафармил. Все равно он ушел в леса и нафармил там много. Но пока он для команды все равно не очень полезен. И делать ему там в драке по большому счету нечего. Нет у него стяжки большой. Ну там щиточек кинет. Там все от щиточка от этого просто уходят, убегают. И плевать на него хотели. Винга приобретает смок. Будут они с андайингом дальше пытаться что-то делать. Гирокоптер чувствует себя максимально приятно. 48 на 5 умеет крипстат. Переключимся уже на общую ценность. В миде тем временем. Паку остается тысяча с небольшим до даггера. Драгонайт похвастаться такими успехами не может. А пак вообще пока борется за топ-1 на Творса с гиролетом. Здесь могут цепануть. Сларк пошел. Стан отдали по нему. Дальше побежал. Цепанули Винжеву Спирит. Очень много урона сейчас будет раздавать здесь гиролет. Сяжка первого левела. Очень много урона. Как же получает здесь гиролет? Сейчас просто нет. Вот так и все выживают. Сларк проедает дерево. Убегает. И хорошо. Выжили. Все выжили. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Какая же грязь все-таки это. Гиролет просто подключил флэккэнон. И вот отсюда вот тычка долетела вот сюда вот. Это вообще законно. То есть здесь по-моему стоял какой-то крип. Здесь вот на грани вижена был уже аппарат. И он умер. Это не круто. Вышку, собственно, забрали. Забрали. Дарксира. Просто не ощутили его. Просто его разорвало. Ну и Сибирин Стайл так достаточно серьезно проваливается. Сейчас начало игры. Дает знать о себе перемещение грамотных саппортов. Очень много в файты также вносит Фурион. Собственно, 1.05 он идет. В миде тем временем подпушил вышку. Драгон Найт, собственно, забрал ее. Но зато сейчас в ответ придут сюда. Уже пришли 4 рожи команды противника. И этой вышки сейчас тоже тут не станет. Фурион прилетает. Пиньков вызывает. Вышки Бобо. Ну, собственно, все плохо. Аппарат 3 левел. 11 минута. Где ему набрать опыт? Ему нужно выжить в файте. Ему нужно, чтобы убили пару персонажей противника. И при этом самому выжить в файте. У Пака скоро откатится ультимейт. У Гирокоптера он уже есть. У Винги также имеется. И Андайн 5 левела пока без ультимейта. И Фурион ультимейт тоже имеет. На топе здесь Слак подпушивает вышку. Но здесь-то уже Т2 горит. Здесь горит Т2. Пытаются его как-то, конечно, задефить. Крипов тут убивают. Все дела. Катафалка все равно тут. К прежнему стоит. Сплетит урон из-под вышки. Периодически переагривая ее. Ну, в принципе, получает большую часть урона. Но вышки нету. В итоге на топе вышку тоже загрызли. И Сларка убили. Да? Бах! И минус Сларк. Ну, мне кажется, не... Ну, как бы... Отдаваться тебе, формирующему, за вышку, не лучшая идея. Ну, посмотрим. Потерял он... Ни сколько не потерял. Видимо, закупился. Ну, неизвестно. Или денег у него, может, не было совсем. Да, вроде были. Ну, и Сэнд Кинг. Даггер у него еще не совсем скоро. Здесь нашли и убили Андаинга. Хотя Гиролед культу отдает. Андаинг уже умер. Но Гиролед сам все равно не подставит. Потому что замедлил он своего противника. Дрэгон Найт найдет сейчас дабл дэмэдж. И у него возникнет мысль, не пойти ли на Рошана, мне кажется. Башню сил света на верхней линии атакует. Ну, не пойти ли, ответили ему тиммейты. Ну, пока мало, конечно, урона. Вот, собственно, Дрэгон Найт. Девятый левел. 75, ну, 84 урона. А дальше что? Здесь, ну, видят, Вингу. Можно Вингу. Ну, хотят Пака. Ну, Пака же хрен заберешь. Пака очень сложно забирать. Он просто улетит. Он вас раскайтит. Винга отдает стан по Дараксиру. Дрэгон Найт отдает стан по Винге. Винге очень больно. В итоге высвапывает она сюда Пака. У Пака ультимейт через 3 секунды. Кайтит Дрэгон Найт. И Дрэгон Найт минус. Дабл килл для Фринджа. И теперь пацаны из Калазиум Клаба могут просто зайти на Камнеголового и отрубить ему каменную, собственно, голову. Они могли сделать это попытаться и на первом левеле, по большому счету. Здесь вряд ли бы оппонента спалили, но решили в итоге забирать Рошана сейчас, на 13-й минуте. Делают это без каких бы то ни было проблем. Помешать им ничем не могут оппоненты, потому что нету 6-го левела у аппарата. Потому что нету прокаста у Сенткинга. Он только-только дофармил себе Даггер. Очень жадно, жадно. Жадные саппорты чрезвычайно у команды Сиберин Стайл. Это и Сенткинг, которому пришлось АФК стоять достаточно большое количество времени, при том, что 3 раза он еще умер. Это и Ancient Departion, которому нужен Мидас как можно скорее для того, чтобы еще как можно скорее выстрелить себе Аганим. где-то там Сларк подфармливает. Сларк в итоге находится просто на пятом месте. Три кора команды Сиберин Стайл. Нашли здесь Undine, разгрызли его достаточно быстро, но это не важно. Это не важно. Получили с него там, да, 600 голды, 200 он сам потерял, но преимущество команды Клазим Клаб все равно большое. Это больше 5000. Это много, и это, ну, тяжело, тяжело. Попробуют здесь пака цепануть. Пака цепануть сложно, хотя станчик. Хорошо. Задувка. Задувка. Минус пак. Очень быстро. Дальше. Ну, мало урона здесь получили, и не успели зацепить все-таки гиролета. Стяжка была потрачена, все было потрачено, станов никаких не было, но и груз в печаль. Ну, в любом случае, Сэнд Кинг хоть как-то сейчас реализовался, в драке помог, 2 ассиста получил, и, в принципе, 1000 еще отыграли. По-прежнему мало урона у Дрэгон Найта. У него на урон нету ничего. Собственно, у пака тоже на урон нет ничего, но он наносит и сам неплохо. Собственно, у пака столько же урона, сколько у Дрэгон Найта в ультимейте. Да. Ну, и аппарат. Есть у него 700 голды. Руку, я думаю, он себя сейчас возьмет, после чего Гриданет ее в медасную руку. Здесь же гирокоптер с Сашей Яшей идет. Очень много у него денег. Пак имеет уже кусок на Форест Став какой-то. Или Еул. Ну, и Дрэгон Найт тут спрятался. Найти его не представляется возможным. Ну, и спокойно все разбегаются. Аппарат уже пятый левел. Нужен шестой. Минуте на семнадцатой появится. Ну, на семнадцатой минуте шестой левел это ну, ну, как бы мало. Даже для саппорта это мало. Давайте взглянем на саппортов команды противника. Винга, восьмой левел. Андайинг, восьмой левел. Хардлейнер. Кто там? Фурион. Ну, Фурион такой-то хардлейнер, на самом деле. Там в харде стояли другие ребята. Ну, и нижняя башня. Нижняя Т2, вышка, уже начинает гореть у команды Сибириан Стайл. Тяжело им. Очень им тяжело. Что-то сейчас делать. Они пытаются сплитить в миде. Тут он ковыряет вышку аппарата. Здесь как-то подкушивает Сларк. Но у Сларка по-прежнему мало денег. У него есть барабаны, да, такой буферный артефакт, который помогает ему дальше прогрессировать неплохо. Но все равно это мало денег. Здесь уже горит Т3. Здесь поставлено уже зачем-то кто-то просто подошел и ну, что это такое? Нечем так делать? Нашли. Здесь гиролета. Гиролет в итоге не получает по урону практически. И нормально. Так. Еще раз пройти. Залетает Сенкин. Хороший раскаст. Гиролет минус. Ульта аппарата залетает сюда. Также попадает по паку. Пак тоже минус. Гиролет встает. Начинает раскастовывать. Очень много урона. Как же он наваливает здесь? И Сларк только остается здесь живой. Свапает его. Станчик. Нет, станчика не было. Трэгонайта просто вообще не ощутили. Он пришел и тут же погиб. И вышку отбили. Хорошо. Многими потерями вышку все-таки отбили. Эть. 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 Жаль. Лишней голода не досталось Сларку. Ну, стоит, стоит строение. Подрались более-менее. Три в три получилось. И Соберин ставил, хоть и проигрывает этот файт, но все же хайграунд свой отстояли в первой попытке их оппонентов зайти, собственно, на этот самый хайграунд. Фурион потихонечку продвигает свой фарм к Аганиму. До этого Аганим остается буквально 1100 голды и совсем скоро он будет. А это значит, что у Фуриона будет еще больше фарма, у Фуриона будет еще больше возможностей для сплит-пуша, для грязи, для всяких гадостных и паршивых действий вообще, которые он тут может и будет самое главное совершать. Он же будет просто давать ультимейт в драку, хорошо, это классно, давать ультимейт в драку, отлично, но дальше-то он будет ходить и сплит-пушить. Сларк 2800 имеет. Сларку, возможно, с одной стороны ему стоит приобрести скайди, чтобы быть пожирнее, с другой стороны возможно какой-то попробовать быстро себе собрать Эбисол и вырубать пака и забирать его до всякой грязи. Но это все очень тяжело, очень тяжело, пока приобретается армлет драгонайтом. Собственно, армлет для драгонайта штука полезная, ему не хватает скорости атаки, армлет дает скорость атаки. Периодически не хватает хп, армлет дает хп. Ну и брони у драгонайта и так много, так армлет еще и броню дает в бонус. Ну и здесь в смоках пытаются кого-то найти, никого они тут не обнаружат, все у себя на базе дома спокойно отдыхают. Башню сил тьмы на верхней линии атакуют. Полетела ульта аппарата, так чисто что-то видимо отпушить. Ну и в миде палятся теперь же ребята из колозум клаба и будем, будем мы наблюдать за ответным ну не смоком, просто за ответом лингу зацепили. Хорошо, ничего не успеваю сделать линга. Да ладно, как много урона залетает Сларк и приходится прожимать ему ультимейт. Тут сразу минус Дарксир, очень много урона по Дрэгон Найту. Стики у него есть, Стики, Заюзый друг, что ж ты делаешь? Гирокоптер здесь умрет от шлейфа аппарата, но здесь минус 4, забрали только двоих, приобретает себе медас аппарат после этого файта. Сларк живет Фуриона, можно попробовать подгрызть, начинает грызть, только он не того, кого надо и в итоге может тоже умереть. Ну нет, не догонит, не догонит его уже, хотя ну и пак-то в итоге может еще и сам откатиться. Стики через 3 секунды откатится Лотар, Лотар, хорошо. Пак, в итоге умирает, пак, хорошо, отличная игра ТТРа, забрать его не получается, очень много он времени выигрывает для своей команды, там уже все у нас появились, соответственно, ничего не спушили, никто ничего даже нигде не делал, там гонялись просто за Сларком или Сларк за ними гонялся, теперь уже даже не поймешь. Ну и по факту уже файт не столь плох получился для Сиберин Стайл. Здесь ТТР отыграл, конечно, очень и очень неплохо. Фурион тем временем получает для себя дебл демедж, будет подфармливать с еще большей силой, уху. Пак недоволен, конечно, что забрали его, но по большому счету ты сам за ним гонялся, ты сам такой жадный, что поделать. Остальные ребята не такие мобильные, не могут они так быстро пойти и догнать Сларка или пойти и тебя догнать и засейвить. Ну а здесь Рошан, скоро остается до него минута, ну, чуть больше, чем полтора, короче, почти две минуты, что тут вообще заморачиваться, почти две минуты остается до Рошана, Пак купил себе догон, как мне кажется, это ошибка, да, это помогает убивать быстро очень аппарата, да, это помогает убивать очень быстро Сен Кинга, но по большому счету аппарата достать не так просто, потому что он стоит где-то хрен знает где, Сен Кинг, тоже будет стоять очень далеко для того, чтобы раскастовать свой эпицентр, если засунуть догон Драгон Найта, то Драгон Найт может этого даже не заметить, но вот сейчас вот опять же потратили кучу всего, вот пять человек здесь Гангала, Драгон Найта, а он спокойно Даггер аут, ТП аут, все, и это время, это время, которое сфармит Сварг, это время, которое он подпушивает лайны, это время, чтобы аппарат нафармил себе Аганим, чтобы появились какие-то еще артефакты, хотя бы вот здесь вот у Сен Кинга что-то появилось, линза какая-то возможно, еще что-то, Дарк Сир, чтобы получил левел, чтобы получил Гвардин Грифсы, совсем недолго ему осталось до этого артефакта, и это неплохо, это неплохо, когда ты байтишь на себя, а твоя команда что-то полезное делает, это называется Space, называется, ну как бы Space, в плане места, это пространство для твоей команды, на карте, ну а Рошан у нас появляется уже почти сейчас, отправляет тут НТ, чекать этого самого Рошана, у нас уже продолжается 20, ну заканчивается уже 22 минута, ТТ по-прежнему сплетит, видит, ТП должен видеть и бежать, 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 ой-ой-ой, ну что это такое, ну это очень-очень серьезная ошибка от Альта, должен был понимать, что не поймать ему Пака, ну не поймать ему Пака с Энт Кингом, это конечно такой супер байт типа, но это странно, ладно, Рошан появился, бьют его, разменяют его на Т2 скорее всего, хотя как много урона получает Сларк, Сларк, уходит в Лотар, хорошо, ну а дальше что, а дальше ничего, вышка тут только не убита, а Рошан убит, и будет убить сейчас еще и Дарксир, Дарксир, что ты делаешь? А у Дарксира есть Даггер, но Даггер не поможет, нет ладно, Даггер помог, повезло, но не знает Дарксир, что летит за ним Хамминг Миссел, и когда-нибудь, когда он будет просто подфармливать из Крепочков, где-то у себя рядом с базой, оно настигнет его, и ударит, вряд ли больно, потому что там второго левела всего, но все равно неприятно, Гиролед имеет практически БКБ в своем запаке Винга хочет выйти в Владмир, видимо, судя по ее Хедреске, хотя это может быть и Мекка, не, Мекка есть уже ондайн, это будет Владмир, здесь, в План Капкан, Сларк, 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 хотят забрать Пака, Пака забрали, очень хорошо, в итоге прыгают здесь, не попадают Гироледом, не почему Гиролед может сейчас примерзнуть, Гиролед в итоге не примерзает, можно отыграть Армлетом, хорошо, Драгонайт живет, по-прежнему отыгрывает Армлетом очень неплохо, Курицу может попробовать забрать, нет, ему самому будут спастись на самом деле, Станом откидывается и дальше может играть Армлетом и отсюда может убежать еще на, да, он не хочет убежать, он хочет драться дальше и он дерется, как же этот Армлет сейчас спасает Драгонайта, минус 5 делает команда Сибирин Стайл, он бьет здесь еще скорее всего Гирокоптер, хотя как же больно, он просто под Бакабет начинает настреливать Сларк, здесь, в Нвизе, успевает ли убить, и тычечка последняя убивает Сларк все-таки Гиролета, набил он себе 33 очка ловкости и было у него ну невероятное количество урона и БКБ Сларка сейчас выигрывает собственно замес, видим, что почти 3000 денег потратили, потратили, простите, получили для себя Сибирин Стайл и этим файтом они более-менее возвращаются в игру, они потихонечку отыгрывали вот по краполинушке вот каждый там каждый спейс, каждое то, каждое сё, ну и конечно Пак ошибся с догоном, подумал он, что выиграли уже игру и ошибся с догоном, это был неверный артефакт, нужно было ему забирать для себя Юл, Форстав, Хекс, Шиву, все что угодно, но не догон, так, а у Сларка до сих пор есть 33, у него же до сих пор куча урона, он до сих пор очень жесткий, и убивает просто вселеного, подрубает БКБ, начинает грызть Андайнга, Андайнга отсюда тоже может не уйти, у Сларка еще есть ульта, не забываем, ну и здесь Фориона нашли, а Фориона дальше не хотят, не хотят дальше бояться, бояться, ну и по-прежнему они боятся, но преимущество-то уже было 7500, оно кануло в лету, здесь Сларк, Сларк в инвизе, Сларк хочет, Сларка 44, 44 стака, как же больно, как же больно он тут делает, и КБ у него еще не откат, есть ультимейт, нормально, ультимейт нужно прожимать, хорошая стяжка, стенка ставится здесь, Пак пытается отсюда уйти, начинает настреливать Гирокоптер. Ультимейт прожимал уже Сларка. Очень много урона он получает. Нужно как-то выхилиться и успевает убить. Драгонайта не долетает до сюда. Нормальный Сенкинг. Очень мало урона. Но в итоге какая ошибка. Опять Сенкинга пока не очень хорошо. Он эту карту отыгрывает. Андайинг в итоге все-таки выживает. Дабл килл для Гирокоптера. Но это как раз не то, что было нужно. Но в это время Драгонайт с ультом пытается подпушить здесь башню. Собственно ультимейт у него пока второй. Башня пушится не так сильно, как и быстро, как ему бы хотелось. Но крипочки тут тоже подходят. ТП. Прилетает сюда Фурион. И минус Драгонайт. Скорее всего здесь будет. Боже, как обидно, наверное, умереть таким молодым. Ну да, Драгонайт здесь не отпустит. Вышку он, конечно, спушил. Но это опять же... С одной стороны, хорошо. Это лишнее время. Это возможность для Сларка воскреситься. Потом купить какой-нибудь Башер себе. Еще что-нибудь. Это возможность воскреситься для Сенкинга. Понять, что ему нужно наконец-то давать нормальный ультимейт и собрать кусок еще на Аганим, там где-то дофармить. Это время в любом случае. Для того, чтобы саппорты там где-то что-то себе подгрызли каких-то крипов, собственно, чем занимается Тизерикс, да. Дарксир по-прежнему нет у него гвардин грифсов. Даггер, кстати, он себе приобрел за то. Или был у него уже, я что-то не помню. Ну и Пак динает вышку на топе. С одной стороны, это, конечно, плохо для Сиберинстайл. Но с другой стороны, это минус строения. Это возможность пушить дальше, пушить больше. Ну и тот файт, который они выиграли вот здесь вот, с замесом с убийством дважды Гиролета, это, конечно, было великолепно. Ба! Кликают здесь, что здесь где-то стоят варды, и, собственно, Слак тут бегает, и варды эти палят. Так что нужно будет сейчас где-то задеварить. Здесь грифсы появились у Дарксира, здесь крепочки забирают варды. Не достается 50 голды Сент-Кингу. Какая жалость. Ну и Сларк уходит в Лотар. Прыгнул здесь Пак. Пак, ну, зря. Сларк ураствовал себя. Понятное дело, что Пак бы отсюда упрыгивал. Собственно, что он и сделал. Ну и Сларк это цепануть сложно, потому что через БКБ не так много всего бьет у Клозум Клаба. Собственно, это свап, и все. Ну, Дримкоил, конечно же. Да, Дримкоил еще бьет. Такая комбинация забавная. Дримкоил, свап. И получение большого количества урона. Да даже в такой случае был бы Аганим хорош на Пакину, потому что это было бы огромное количество стана через БКБ. Ты ставишь Дримкоил, свапает Венга, и чувак стоит в стане. Просто черт знает где, стоит в стане. Там 5 секунд, по-моему. С Аганимом-то я не помню сколько. По-моему, 5 секунд. Ну, а здесь Дарошана еще приличное количество времени. Выбивали его не так давно. Ну, и аппарат. Аппарат будет иметь скоро совсем для себя Аганимчик. А драться с аппаратом против противника, у которого есть аппарат с Аганимом, дико неприятно. Ну, и пытается. В смоке. Сейчас. Позиция плохая. Аппарат может не успеть ничего отдать. Хотя нормально. Аппарат сейчас может дать отличный ультимейт. Понимает? Он здесь стенка, стяжка отличная. Ультимейт аппарата тут она залетает сразу по всем. Какой рассказ сейчас божественный. Вот, хотя тут все равно не хватает урона. Здесь гирокомптор пытается отжираться под БКБ. Все же гирокомптор умирает. Сларк здесь. Сларк не отпустит. Сларк не отпустит. Хотя Фурион отличный подкоп очень вовремя. И остается только Пак. Остается Пак. Попытается убить сейчас Сенкинга. Убивает Сенкинга. 3 в 4 в итоге. А дальше что? Нет, Пак отсюда уйдет. Пак уйдет. Где мой файтерикап? Сайберин Стайл. Пак здесь, конечно, очень много получил. Больше, чем кто бы ты ни был другой на карте. Но этого недостаточно. Потому что вот они маленькие краполинушки и вот такими вот прям вот как я не знаю какой-то не знаю борец что ли или который или сумоист который медленно-медленно дожимает своего оппонента. Вот туда он выкидывает его за ринг. И вот такими вот маленькими еле-еле каждая не знаю капельника пота вот каждое усилие здесь отображается и вот по чуть-чуть по чуть-чуть команда Сайберин Стайл все-таки выдирает. Пытается выдрать эту победу просто у своего оппонента. А эта победа ребятам нужна. Эта победа означает попадание в финал лузеров где уже совсем-совсем недолго до гранд-финала и где возможность будет поквитаться с Продотой которые совсем недавно выбили Сайберин Стайл в сетку лузеров. Ну и все хорошо уже у Сларка. Есть у него по большому счету Скади если он захочет. Нужно лишь захотеть. Ну я думаю что Сларк хочет сейчас по большей степени байбек еще себе оставить. Хотя нет закупается на фул вот у него Скади. Что там какие байбеки на мужика играем? Ну и Рошан Рошан проверяет его ультом аппарата. Рошан нету и Сларк Сларк может здесь сейчас встрять может встрять видит всех видит всех начинает бить свап хороший БКБ начал нарезать гирокоптер БКБ не хочет прожимать да еще бы прожимать против слова Сларка Сларк только потратил БКБ нужно бежать нужно бежать есть упрыгнуть отсюда пытается его как-то зацепить Сайланс ультимейт не может прожать Дримпойл нужно как-то прожимать ультимейт хорошо раскастовывается Сен Кинг отлично стенка стяжка здесь тоже была Дань получает очень много урона Сен Кинг по-прежнему живет здесь Сларк сейчас догрызет же гирокоптера боже мой заставить его кто-нибудь в итоге Сларк умирает гирокоптер тоже умирает 3 в 1 пока что ну и дальше здесь драться не с кем дальше где где пацан вот на него кликают где пацан почему его не было в драке просто драка была без Дрэгон Найта он в это время стоял где-то я не знаю у Крипочков отпушивал подфармливал себе что-то как бы Кирасу понятное дело он себе хочет Кирасу там еще что-то хочет там пацаны дерутся твои у тебя там 5-man дота против тебя ты на кого-то прилетаешь тут же прилетает туда Форион тут же прилетает туда Пак и Сега тут несколько подставил свою команду как мне кажется ну или с другой стороны может быть просто настолько спонтанно была организована драка что не успел он туда ну всяко бывает но пока урона до конца не хватает прокасту команды Сайберин Стайл для того чтобы убивать команду противника собственно даже если все грамотно раскастовывается есть ульта аппарата есть Сен Кинг там трясет пузом хвостом простите конечно стенка стяжка залетает но если нету еще туда задувки Драгонайта и плевков его ультимативного дракона если нету там рядом Сларка то этого урона не хватает а если урона не хватает то там через какое-то время выхиливать начинают там отжираться начинает андайн особенно если ульта аппарата попала не по всем ну и великое наше настояние я боюсь нас ждет энд видит аппарата аппарат с агонимом видит анда у Драгонайт какой хотел застилить у своего саппорта у саппорта и так 56 крипочков у тебя он 164 кстати крипов не так много у Драгонайта на такой минуте да и вообще можем посмотреть что там по крипам у нас так че-то ради интереса 234 крипа самая большая у Сларка дальше 209 в Дарксир ничего себе Дарксир имеет 2000 уже после Гвардиан Грифсов неплохой кстати у него разгон в итоге получается и Рошан знают о Рошане все поэтому недалеко тут все собственно и ошиваются Пак приобретает сейчас очень важный артефакт Пак очень сильно просел по Нетворсу он уже на пятой позиции обгоняет его Фурион который будет делать себя гоним Акторин нашли и убили нашли и убили просто в секунду аппарата без аппарата драться нехорошо но тут ультимейт то шлейф аппарата по всем попал и все равно печально забирать Рошана и Т2 вышка спушена они могут просто пойти на Т3 могут не дать забрать этого Рошана они это и делают они понимают что сейчас им в спину будут заходить нужно очень хорошую позицию выбрать Сенкингу нужно очень грамотно сейчас отреагировать на то что к вам придут здесь будет смог вы не будете скорее всего никого видеть влетает Пак раздает свой ультимейт под БКБ тут же Пака очень больно секунду его сбривают живет по прежнему Сларк в ульте никто его не видит все он может тут драться стенка стяжка отличная ультимейт от Сенкика был прокастован минус 4 уже сейчас будет гирокоптер в итоге минус Т3 можно строение остальные забирать и очень жестко очень жестко сейчас этот файт реализовывает команда Сибирин Стайл и такая неожиданная развязка может сейчас у нас произойти просто спушена сторона можно пушить по большому счету еще одну сторону 30 секунд никого не будет и надо 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 пушить надо идти и пушить что-нибудь понятное дело тут очень мало урона очень мало хп у Дрэгон Найта могут его здесь забрить но плевать на это хотели просто здесь второе Т3 строение падает ну и после него надо отходить после него надо отходить залетает ультимейт боже мой огромный пенек огромный энд 1600 хп просто у пацана что за жесть убили Дрэгон Найта строение допушили и ушли хорошо ну да это пенища просто стола урона 1650 хп и дикость огромный большой брат следит за тобой ну и Сларк имеет 5000 с половиной на руках может приобрести себе баш рочек сейчас какой-нибудь аганим приобретает себе после такого дикого замеса Сэнд Кинг ну а Сларк что он себе взял ничем пока себе не взял приобретает себе гирокоптер бутерфля и здесь атака на Рошана кстати вот этого Рошана несколько профукали как мне кажется Сибирин Стайл но в любом случае драться наверное без Дрэгон Найт они там не хотели сыр забирают для себя пак ну и глянем на графики 10 тысяч преимущества уже у нас у команды Сибирин Стайл по голде 7500 по опыту ну и после такого жесткого отрезка игра чуть-чуть у нас подуспокоилась конечно все решили подфармить все решили набрать артефакты которые им необходимы Дарксир хочет себе как я понимаю тоже хекс хотя может быть Шиву Шива тоже здесь будет очень неплоха под стяжечку ну и давайте пройдемся по тем артефактам которые мы может быть еще вообще не видели Сэнд Кинг имеет аганим линзу даггер гем аппарат имеет травола и аганим с мидасом ТТР взял себе батерфляй хотя МКБ наверное было бы здесь более предпочтительно здесь драка в миде залетели очень много урона гирокоптер не успевает подрубить БКБ только сейчас пытается подрубить БКБ он просто сейчас из пулша умрет в итоге нет выживает все-таки что это за рассказ что делает этот Сэнд Кинг я не понимаю количество его грамотных рассказов равняется в процентном соотношении наверное ну очень немного короче спектру венгу здесь убьют ничего она сделать не успеет и можно пушить можно пушить здесь цепанули очень хорошо Пака Пака могут убить Пака сбревают в секунду нет у него выкупа и это ГГ друзья мои это гуд гейм да попытаются дальше пушить ну в смысле депить ребята из колозим клаб да здесь есть еще гиролед но это все уже такое просто гиролед развалился дальше подцепили фуриона фурион тоже не отпустит бодиблок и откатывается здесь сейчас гирокоптера держат ладно фуриона отпустили гирокоптера тоже отпустили это хороший спейс но надо пушить строение надо пушить строение закончилось здесь у драгонайта форма забрали вторую сторону тут через бэкдор пробивают плевать на этот бэкдор господи кому этот бэкдор страшен вообще когда сларк 222 урона у сларка ну и фурион в это время он должен был находиться в другом месте он не должен находиться здесь он должен находиться здесь вот тут может быть даже уже вот здесь но никак не на своей базе по большому счету ну пошел в солянова тут сларк разваливает но в солянова ему тут опасно находиться бэкбэха есть надо подрубать бэкбэху подрубает бэкбэху начинает нарезать так дальше и сюда прилетел Сент Кинг хороший прокаст на этот раз у Сент Кинга минус гирокоптер минус Фурион, минус Венжефул Спирит, минус Undying минус Пак, минус игра для Колозиум Клаб Good game, well played Колозиум Клаб, к сожалению, для них ну, заканчивают свое выступление на нашем турнире возможно будут какие-то стыковые игры за вот эти вот всякие 4-5-6 места посмотрим, как все будет реализовано, пока точно неизвестно ну и поздравляем команду Сибирин Стайл с тем, что они выходят в финал сетки лузеров, где встретятся, пока опять же непонятно с кем, совсем скоро мы узнаем, смотрите информацию в группе, смотрите информацию на сайте, там будут обновленные сетки ну и пока небольшой перерыв хватит мне уже разговаривать тут самому с собой, с вами и вообще разговаривать так что отдыхаем и не забываем возвращаться, нас сегодня ждут еще две карты как минимум, это финал сетки лузеров и гранд-финал нашего турнира вот это вот видите, подходит , вот это все Services и вот это все вот это все это все выкинуто как смей-поза